Всем добрый вечер. Едем из Краснодара. Сейчас вот непосредственно проезжаем в районе Горячего Ключа в сторону Лазаревского. Естественно, сначала все-таки будет Жубба, потом уже будет Лазаревская. Горьенко будет. Просто хотел пока светло немножечко показать вам дорогу. Небо красивое. К сожалению, небо хоть и красивое, но оно сегодня не целый день такое красивое. Сейчас вот ближе к вечеру распогодилось. Чемлеет. Ну, не успеем проехать населенные пункты засветло, к сожалению. Хотя, если сейчас все разбежится, у нас есть еще приблизительно около часа. Ну, учитывая, что дорогу у нас тут немножечко так вот ремонтируют якобы. Везде понарисовали временную разметку. Везде оранжевая. То есть обгонять будет крайне тяжело. Я боюсь, что мы не вложимся в этот час. Парочку минут. Может быть, не парочку, а может, больше. Весеннего лета. Лета, господи. Леса. Я вам покажу. Вот так сейчас. Конечно же, хотелось, чтобы он был под лучами солнца. И если бы мы ехали в другом направлении, то была бы картинка несколько поярче. Вот так, видите, малышка нервирует. Ну, что, видно хорошо? Не, если бы солнце светит оттуда, вот сейчас, в ту сторону ехать, будет еще лучше видно. Но даже сейчас видно, что в апреле вот тут вот в районе горячего ключа все уже зеленое, все красивое. Дождик, конечно, был классный сегодня. Кто был, кто не было. Кто опять был. В переменном успехе. В Краснодаре покатались, дел много сделали. Что-то купили, какой-то где-то товар там присмотрелись, что-то купили, что-то в гостиницу присмотрели. Что-то в магазин там оборудование тоже надо менять. В общем, такая деловая поездка. Машину что-то налечили? Да, машину на ТО налечили, а? Не подправили. Даже не подправили. Не омолодили. А как-то, да. Обслужили. Обслужили. Ох, да. Вышел урок. Заехали в торговый центр Мега. Ну, там, конечно, сейчас немножко грустно стало, я скажу. В большинстве своем магазины, ну, не в большинстве, да, но процентов 50, наверное, позакрывалось, естественно, с эти брендовые магазинчики. Ну, тем не менее, есть всякие. Ашан тут же работает, насколько я знаю, французский магазин. Баланс или как он там называется, тоже работает. В общем-то, приторговывают или доторговывают, я не знаю. А, в котором посуда все воспитано. Кухенленд, ну, там, знаете, ну, опять же, ты же купила вот эту, при покупке. Она интересная вообще. Магазин называется Кухенленд на немецком вообще полностью. Да, и вещи все, и хорошие, и красивые, и нормальные, и добрые. Ну, интересные. Не все, судя по всему. Ну, интересные. И вот мама приобрела, что там приобрела. Короче, короче, хрень, которую нарезает, там, красивая долька. Красиво, да, нарезает овощи и такое все. Овощи, фрукты и даже колбасы. Да. И знаете, где производство? Никогда не догадаетесь. Все претензии и вопросы обращаться куда, скажем. Город Туапсе. Производство вот этого штуковины, оказывается, находится в городе Туапсе, через которое мы сейчас, через некоторое время будем с вами проезжать. Вот такой вот парадокс. Вот и как и немецкая. Кухен, не Кухен, а сделана в России. Так что, как бы, вот так вот сделано. Все, как, ну, посуда такая, такая хорошая. Ну, качество, как обычно, все, как она и была, такая и не основная. Просто, просто столько из водителей, как бы, интересно. Качество хорошее. Ну, а заодно, вот, сейчас я промою окошко. Заодно вам и вечерний обзор, как вы получаете закат. На море мы берем. Как вы успеете? Может, вы смеешь чуть-чуть? Ну, даже если успеем, особо снимать, как я не буду. А вот, сейчас посмотрите. Тоже красиво, плесу очень даже красиво. Как-то смотрят. По дороге лампыш подбавали. Да, ну, вон, сейчас стоят, видите, ящички, столики всякие. Торгуют лампышами всякими лесными красно-книжными растениями, скажем так. Тут немножко дорога обвалилась на трассе, вдоль речки подмыло, видимо. Вон, что убирают, мы торговались. Уже вечер, уже темнеет. Цветы, цветы, еще резвые, красивые места, как они называются. В общем, бизнес у людей. С одной стороны, понятно, всем порчится жить и кушать. Под кругом стороны красные, где-то там, чего-то и описалось. Они же здесь аккуратно срабатывают, чаще всего скорбят, правда. Так проще. Через какое-то время здесь на дороге? Да, вот целая машина с цветами. Через какое-то время на дороге будут стоять мужички с клубникой. В ящичках таких вот. Ну, не ведитесь. Когда в том году, помнишь, купили тогда? Да, они обманывают. Вообще-то в это обвешивают очень хорошо. Я был удивлен тому, что сказали, что в ящике килограмм 8. Ну, я сказала, 3-4. В итоге оказалось 5. Если я не ошибаюсь, с дробом перевесим. Ну, на 2-3 килограмма обманывают. Как вам не рекомендовал приобретательство в ящике? В принципе, ты приедешь на место и вымеришь спокойно, и даже дешевле обойтись. Ну, да, если бы, по-моему, в Лазовской иметь свое покупание. Если бы, конечно, где-нибудь там покупание, то есть... Ну, по-другому даже... Нет, там Великовечный, да? Да, Великовечный. Да, там же Краснодар и дешевле. Нет, ну, я и вообще в Краснодаре, потому что было бы дешевле. Но сегодня был дождик, поэтому нам не довелось приехать к Кристинку. Да, сейчас Великовечный выращиваем. Теплицы. Я думаю, что мы еще не раз приедем в Краснодарку. И куринички-то отведаем с черешней. В Краснодаре все фрукты, овощи и шемпли. По сравнению даже с той же Лазовской, Сочи, там вообще ничего. Так что имейте в виду, хотя бывают всякие разные случаи, встречались, и в Лазовской тоже приезжают, ребята. Опять же, наверное, вот из Кубани, встанут где-нибудь во дворах тихонечко-тихонько, и по-бырому партию губнички там раскидают. И всем хорошо. Но опять же, это вряд ли будет в районе туристических мест. Да, вот, ну, малыша, она бывает часто. Да, малыша, в районе рынка иногда становится, но их там быстро ущемляют. Обратите внимание, временная разметка везде оранжевые, эти полосы сплошные. Если ничего не ремонтировать, да, никаких действий не происходит, ну, и обогнать не дают. Можно, конечно, в нагду обогнать, но, сами понимаете, по закону Коба здесь за угла где-нибудь обязательно выйдет какой-нибудь старшина-порещук на мотоцикле. Ну, и со всеми вытекающими в улице. Знаки поубирали, понакрывали, а вот лени и остались. Какие-то, очень тяжелые. Там и ел, не на пись. Ну что, на море, может, и льет. В Краснодаре вылило все. Несмотря на то, что сегодня была суббота, была надежда, что пробок не будет, но, тем не менее, по городу было достаточно много пробок. Вот нам немножечко пришлось постоять. Кроме того, там в районе Тургениевского моста изменили, ну, как его, наверное, уже давно изменили движение, но мы как-то там по нему особо не катались. Хотели развернуться, а там все закрыто. Пришлось ехать через мост, а там разворачиваться уже в Краснодаре. Но ничего, прокатились. За портом сейчас здесь, в лесу, 11,5 градусов. Ну да. Красиво. В машине не нормально? Нет, в машине нормально. Вообще-то температура. Вообще-то здесь все-таки вверх. Горой пошли. Ну и вечер. Вечер, да. В общем, такие вот дела. Отчет, доклад закончен. Все хорошо, день хорошо вышел. Была до пустырка. В общем, прокатились. Дела поделались. Сейчас, не знаю, дотянем до перевала или нет. Вы наверняка уже насмотрелись природой. Видите, какие дочи стали темные. На перевале сделали перегородку по центру бетонную. Конечно, летом будет жесть. Там, хоть, конечно, с нарушением правил, но проскочить можно было. Как-то. Раньше там была прерывистая. То есть, без нарушения правила. Сейчас там хоть так, хоть сяк, никак. Специально. Потому что на том повороте всегда очень часто были аварии. Они, видимо, решили, чтобы не обгоняли. Да, может, и не будет лишний раз их пробок. Когда мы сегодня видели, КамАЗ стоял. За такой же бетонной, этой, с разбитой кабиной. Там, вероятнее всего, с летальным исходом. Сильно. Он же, видимо, не один день там стоит. Разбитый. Да, что он там, он летел, не знаю. Причем здоровая машина, у него кабина прям смятая. Может, кого-то улетел, бог его знает. Тоже, и рядышком такое же бетонное ограждение. Татнефть сегодня в комментариях читал, что там хорошая, дешевая бензин. А бензин хороший? Я не знаю. Я там с отнефтью не заправлялся. Ну, относительно. Может быть, там в Татарстане, может быть, и хороший контроль качества. Здесь, может, и другой контроль качества, бог его знает. Не знаю. Я никогда не заправлялся на Татнефть, почему-то он все время на Уколе. Но, совладельцем компании Татнефть не являюсь. Так есть у меня несколько акций. Тут у нас едет три машинки в ряд, пионерский наш отряд. В целом, конечно, скорость более-менее нормальная, так, порядка 90 километров. Хотелось бы побыстрее. Тянется очень долго. Минутно. Обогнать возможности по правилам нет. Очень плохого я вас не буду. Греха пока еще. Все знаки замуровали. Сейчас камеру повесят. Камера очень много стала. Кстати, не каждый был. Новый, новый. Какая-то машина. Нарисовали. ГИБДД. Ну, вот, он вставляет вот такие вот бетонные штуковины. Ну, с одной стороны, не будет. Я согласен, да, сделаю. Ну, делайте хотя бы участки для обгона, чтобы можно было. Либо какие-то правила, чтобы эти товарищи на больших фурах, где-нибудь тихоходы пропускали. У нас же едет на подъеме. Он еле-еле едет, но он никого не пропустит. Ни на подъеме, ни на спуске, ни по прямой. И в кармашине. Низу на рвозу. Поэтому вся и такая бетонная. Кажется, слегка-слегка моросит. Ох. Здесь у нас небольшой участок. Сейчас протру стопочкой еще раз. Мы с вами вырвались на оперативную простору. Конечно, не заборачивайся. Тут уже, может, что-то. Асфальт новый. Но не скажу, что он идеально ровный. Ну, в принципе. Да, магнеты, то есть мы съемки. Ничего такого нет. Да, ездишь нормально. Раньше тут по обочине, когда едешь, и такая трещотка. Фиг уснешь. Стыки были, да? Вот эти вот такие. Они их поперек ставили. По ним едешь, а она тракет, тракет, тракет. Она сейчас не будет. Вот она, вот эта вот. Есть, но просто наезжать на нее. Чисто не хочется. То есть если ты слегка уснул, так бы не наехал, но уже как бы не наехал. Потому что ты просыпались, водители женили, на них не ехали. Да, а там от этого, ну, я тут на стороне, на метр точно ехал. Сейчас вот еще, это на подъем уже, пока мы идем на перевал, едем в сторону перевала. Ну, теперь тут не обогнать никак. Ну, если по обочине попытаться, то можно. Сейчас нам повезло, ну, пока еще, пока еще везет, машин нету. Ну, сами понимаете, в любой момент может появиться какая-нибудь фура, которая будет ехать там всего ничего. Пока будем за ней пьестись долго и упорно. Если она сама не прижмется. Ну, такое бывает, но не так часто. Да, как далеко. Да, все, на подъем, это полный подъем. Мы доедем с вами сейчас до Туапсинского района. Сейчас еще горячий Кучевской. Посмотрим на трехметрение и будем подключаться уже. В чем в лес показывать, все, что мог, я уже рассказал. Если будет, что, возможность, какая-нибудь с ними нам что-нибудь там, в Горькинке, наверное. Мне нравится Лермонтова, но они еще не успеют. Да, он не успеет прогуляться, он не получится. Да, моя красивая. Кроме грузовичков он тоже есть у нас, черепашки-ниндзя. Сейчас за ними и будем плестись. Да, это точно, не знаю, что там где-то, где я, в Горькинке. Ой, ах. С одной стороны, видишь, если бы ты запасил грузов, а так, в принципе, если бы только легковушки, они бы ехали порядочком, один за одним. Этих крутых не было, которые нарушали и обгоняли. Всяко-разно. Вон, девушки сколько сегодня ездили. Ой. В кепке смотрят вперед. Я боюсь их просто. Вот, вот смотрите, сейчас красота будет неимоверная. Ну, конечно, все своими глазами надо смотреть. Да, да. А когда вот так вот стоишь и смотришь, а там вообще голодает. Даже, несмотря на то, что солнца нету и туманчик. Очень даже красиво. Вот эти три метри, где надпись Туапсинский район, камера на 40 км в час. Показатель. Резко тарпози, не успею. Не успею, не успею. Не успею, не успею, не успею. Там разрешено, что-то, господи, догадался. А где КамАЗ был? Тут или... Где-то вот чуть-чуть додальше. Что, дальше? Да. Может дотянем до КамАЗа. Посмотрим сейчас, если. Ничего хорошего, конечно, мы вам не покажем. Вот видите, теперь тут с двух сторон, и справа и слева. Не дай бог, что кто-нибудь куда-нибудь улетает. Тут ты потом уже никуда не денешься. Если он еще перекроет дорогу, то либо его отодвигать надо будет. А сами понимаете, тут когда в горке летишь, один к нему другой и трейдер, все, что можно будет. Разбирать буду долгое упорное. Не дай бог, конечно. С одной стороны продумали, а с другой нет. Аварийного съезда нет. А вот в Сочи, вы помните, наверняка я показывал ранее, и говорил, что есть аварийный съезд там. То есть ты едешь, даже если тебе не повезло, там чуть мало, там тормоза. Ты вот в заездик, и как бы в горочку чуть-чуть. Здесь ничего такого нет. Прям взяли конкретно, прям вот эти вещи. Заборовали демона, короче. Дождик пошел. Ага, дома не было. Как будто бассейн из-за дома. Бассейн, когда хотя бы 25 метров, чтобы был хотя бы. Ну, это полноценный весельный. Ну, это так. Водоем. А вот он, КамАЗ стоит. Обратите внимание, кабина у него прям полос. О, честно. Лебешку прям. Не знаю, видите вы или нет сейчас. Кабину размяла. Не дай бог. В общем, там вообще неинтересно стало. Вероятно, если выводили, что погиб на месте. Я не знаю. Там придавливает все. Ну, там, там, в области, прям вообще все. А там тоже в начале. Ну, там, наверное, уснул просто. Скажу, уснул. Вылетел, может быть, скальзывал. Резина лысого холста. Я тоже присадаю сегодня утром в районе Тверхоя. Влетел в ограждение. Поплывающим. Здесь расслабляться нельзя. Здесь, если хочешь спать, лучше остановился, поспал и потом поехал. А тут малей все просто. Утубилось внимание и все. Ладно, друзья мои. На этом, наверное, я прервусь. На всякий случай оставлю немножечко пленки. Вдруг что там снимем, где-нибудь чего. В Ольге, блядь, это дорого. Ну, я шучу. У тебя пленки нет. У пленки нет. Это, да, это память о телефоне. Да и уже темнеет в горах. Паспорт. Всем пока. Всех до новых встреч.